МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 дзен до дня выборов у докладненные списы выборщиков, которые имеют право примать в делу голосования, должны быть вывешены на участках для всеогольного ознайомления. Алексин Церов потекавился станом справ в Наравлянском районе. Время сбора подписов инициативные группы явно зарабили ставку на великие населенные пункты. Например, в Наравлянском районе подписы избирали только за двух кандидатов, а активность населенства оказалась очень высокой. Непосредственно процесс сбора подписов тут прошел без неких порушений. По информации районной комиссии по выбору президента Республики Беларусь, свои подписы поставили каля трех тысяч человек. Гэта маль 40% дорослого населенства Наравляншины. 2845 жахаров района потремали Александра Лукашенко, то 23 Миколая Олаховича. Правда, восемь подписов инициативные группы потом выкрасили сами. Проверка остальных порушений не выявила. Они отметку сделали, поэтому мы их не учли. Восемь подписей. А так все действительно проверили районная комиссия заседала. Была группа создана. Проверили подписные листы. 21,5% не ниже 20. Вроде выдержали норматив. Все нормально. Сегодня в выборчей кампании в Наравлянском районе в первую очередь нагадываются ответные рекламные счеты и уличные растяжки. Овогу лишь район живет в обычайном ритме. Основная нагрузка в этой дне на членов участковых выборчих комиссий необходимо удоклонить списы выборчиков, где для чего комиссии начинают обход жилого сектора. Работа трудоемка сама по себе. Надо пару тысяч человек уточнить, где они, что они. Кто-то приехал, кто-то уехал. Поэтому есть вопросы в этом плане. Между членами комиссии распределены участки по домам, по улицам. И каждый член комиссии ходит, уточняет списки избирателей, чтобы потом в процессе выбора не было проблем и накладок. Александр Ров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель», Наравлянский район. До инших тем. В объектах гандлю и громадского харчавания по-ранейшему выявляется великая колькость порушений. Это показали выники опошних проверок, проведенных специалистами областного центра гигиены эпидемиологии и громадского здоровья. Только за летний период до отказности притягнуты 64 юридичные и амаль 1800 физичных особ. Агольная сумма наличенных штрафов перевысила 2 миллиарда рублей. Подробности в следующем сюжете. Проведение чергового мониторингу связано головным шином с климатичными умовами. Протяглая спекотная надворья выкликала заклопоченность на конт якости продукции, что пропануется в крамах. Астерога, как высветлилась, оказалась недаромной. Порушения выявлены в 95% проверенных объектах гандлю и громадского харчавания. Наиболее часто регистрированными нарушениями являлись несоблюдение температурных режимов, хранение и реализация пищевой продукции, реализация пищевой продукции с истекшими сроками годности, неудовлетворительное санитарное состояние помещений прилегающей территории, реализация пищевой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, а также несвоевременное прохождение работниками торговли, медицинских осмотров и гигиенического обучения. Супрозовники санитарной службы не споняются полторать, не набывайте харчовые продукты в невызначенных местах. Звертайте увагу на температуру, про якой заховывается продукция, а так само термины пригодности. Шмат хто прослуховывается, але проблемы у покупников усе ровно застаются. Правда, что тышится проверенных крам, то тут недохопов стало явно меньше. Привлечено к административной ответственности 64 юридических лица и 1700 должностных лиц, которые допустили нарушение требований санитарных норм и правил. Сумма штрафов составила более 2 миллиардов рублей. Также было вынесено 880 предписаний о запрещении реализации недоброкачественной продукции. Общая масса недоброкачественной продукции, снятой с реализации, составила более 8 тонн. Специалисты Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья лишатся, что основные причины порушения санитарных потребований на объектах гандлю связаны с недобросумленностью кадров. А прощатого у некоторых крамах лишатся за лепшее заплатить штраф, чем постоянно сочить за захованием санитарных норм. Правда, теперь у контролеров появились о мягчимости принимать до таких порушальников больше жесткие меры. Первые приклады уже есть. В соответствии с указом 560 мм президента Республики Беларусь, который дает право перестанавливать объекты, которые неоднократно в течение календарного года, на которых установлены нарушения, перестанавливать на срок до 90 дней. Пока мы перестанавливали на срок от 5 до 10 дней в ряд объектов торговли и общественного питания. И после данных мер, я скажу, что уже внимание производственному контролю, то есть со стороны администрации, то, что делается у них на объектах, намного жестче. Александр Тарасенко сегодня станет гостем программы «Диалог» телерадиокомпании «Гомель». Она выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-2» в 18.01.10. Говорка у студии в первую чергу пойдет про то, как захавать здоровье школьника. Але так само плануется разледить и выники мониторингу объекта у гандлю и громадского харчавания. Свои питания про пановы и за уваги вы можете выказать по телефону по номеру промога эфира у «Гомели» 77 68 45. Рабовников неудачников затримали супрацовники ДАИ Добружского района. На нулявым километре автодороги «Кобрын» «Гомель» «Межа России» инспекторы спынили легковый автомобиль, упрочепи якого знаходилися 50 рашоток и ливневок с подъездной дороги до паперовой фабрыки. Як рассказали супрацовники следчего комитета, улику фигуранта у криминальной справы 21-годовый, 23-годовый жихары райцентра. Молодые люди выкрали из Нового моста и кивядзе до Добружской паперовой фабрыки 32 рашотки дождевых приемников и 17 ливневок. После чего здействовали две спробы сдать их на металлолом в Новозыпкове. Как раз подчас их другого рейса парушальники и были затриманы. При подъезде до Межы с Россией в машине злочинцев спустило кола и на этот факт звернули увагу супрацовники ДПС. У вынеку автомобиль парушальника уразом с выкраденной майомостью был отправлены на штрафстоянку, а суперц молодого владельника авто и его напарника была узбуджена криминальная справа по артыкуле «Крадеж». Частка расшоток и ливневок была вернута предприемству, а сборщики металлолому зараз находятся под домашним арыштом. Максимальная санкция по артыкуле до 5 годов по сбавлению воли. Стоимость ущерба составила 29,5 миллионов белорусских рублей, так как это был не единичный факт, это уже была вторая попытка злоумышленников завести похищенное имущество на территорию соседнего государства. Первая попытка им удалась. После сдачи металла общая сумма, на которую могли рассчитывать злоумышленники, составила около 12 тысяч российских рублей. Это сколько? Это около 200 долларов. Протягиваем выпуск. Редкий приклад старожитного другу выставили в Гомельском палацево-парковом ансамблее «Евангелие», выдаденное Петром Мстиславцем в Вильне в 1575 году. До наших днен захавались и усяго три экземпляры этой книги. Кошт одной, перевышая миллион долларов. Выдание друкарни в 17-го ста годзе, узоры рукописов староверской ветки и книги с уникальными гравюрами белорусских майстров. У целым 45 книг, 10 з'яких проставлены у першыню. Усё гэта увайшло у выставочный проект под назвой «Крохкие заховальники слова». На сёне у фондах музея палацево-парковых ансамбле наличивается каля 300 старода у них книг. Самым ранним выданием з'является «Евангелие» Петра Мстиславца. Имя Петра Мстиславца для белорусского книгопечатания трудно переоценить. Это один из первых, которые продолжил традицию Франциска Скорыны. И символично, что его типография располагалась в Вильне, в здании, где печатал свои книги Франциск Скорына. Книги, изданные Петром Мстиславцем, отличаются прекрасными исполненными шрифтами, буквицами, гравюрами. Поэтому эти книги являются большой ценностью. Убачить эти и другие шедевры книжного мастерства гомельчане и гости города смогут до 11-го Кастричника. Новины региона. Информацию об проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете. По адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. У студии працювала Наталья Игнатенко. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова